И карандаш. Ой, карандаш. Канда и карандаш. Дрюс, трюлет, стой, карандаш. Выкижался. За время работы Центр по интенсивному обучению казахскому языку выпустил почти сотни учеников. Благодаря государственному гранту предприниматели арендовали два кабинета. Сегодня в них работают семь человек. Главное отличие Центра – обучение в игровой или ситуативной форме. С этого года здесь можно выучить и английский. На этом учитель Ухия Унгарбаева останавливаться не собирается. Я считаю, что в будущее время физику, математику, историю, биологию и других предметов можно будет обучать на казахском языке для русскоязычных аудиторий. Потому что мы эксперимент делали ученицы девятых, восьмых классов. Математика и физика решать спокойно на казахском языке. И хотя изначально проект был рассчитан на детей, сегодня ограничений по возрасту нет. В центре свободно обучаются как пятилетние малыши, так и заводчане, студенты или педагоги. Взрослые после обучения часто уходят на госслужбу. Двое выпускников в этом году уже получили работу в Астане. Благодаря поддержке государства у педагогов есть все необходимое. Трудности только со зданием. Мы планируем расширяться. Если будет возможно, конечно, было бы хорошо, если мы отдельно, ну, как сказать, купили бы здание там и так работали бы отдельно. Вы сами знаете, когда арендуешь, это хорошую сумму оставляешь для хозяина, будем говорить. Центр – один из семи проектов, которые получили грант по программе развития моногородов в 2013 году. В отделе предпринимательства говорят, что все 14 фирм, которые стали обладателями грантов, работают согласно плану и обеспечивают работой более 120 человек. В этом году еще четыре предпринимателя получили финансирование и сейчас проходит второй этап конкурса. С 24 октября по 11 ноября в отделе предпринимательства ждут социально значимые проекты. Используясь случаем, хочу обратиться всем предпринимателям. То есть, просим принять активное участие в данном конкурсе. То есть, документы принимаются по адресу бульвара независимости 9 в кабинете 419. То есть, наши сотрудники примут все документы или же проконсультируют по данной программе, проконсультируют или можете связаться по телефону 92-2005. С этого года в программе произошли изменения. Теперь на первом этапе решение принимает областная комиссия, на втором – региональный координационный совет под управлением Акима области. На финансирование предпринимателей нашего города выделено 17 миллионов тенге, 12 миллионов направлены на четыре утвержденных проекта. Оставшиеся 5 миллионов планируют отдать еще двум предпринимателям. Светлана Лебедева, Сергей Баданин, Новости Тимиртал.